Хей, окей, с вами Шмяки, и сегодня мы поиграем в игру, от механиков, так сказать, в плане, так, этот мир нереальный, все любые совпадения, это совпадение. Мы с вами поиграем в Assassin's Creed Chronologies, и это China. Так, база данных анимус, документы. Ладно, давайте мы с этим попозже немножко, новая игра. Обычная игра. Орлиное зрение поможет улучшить, лучше рассмотреть расстояние. Китай. 1526 год. Прошло два года с того момента, как Чан Юн, глава группы Евнухов, известных как Тигры, уничтожил китайские братства ассасинов. На самом деле, Тигры это тамплиеры, которые втайне управляют Китаем, используя императора, как свою марионетку. Шао Цинь, одна из нескольких выживших, вернувшись в Китай по приказу Ван Ямина. Нового лидера ассасинов в месте, они планируют уничтожить тигров и освободить Китай от власти тамплиеров. Они возвращаются в свое старое убежище. Пещеры Майцзишань. Некто здесь находилась в крепости ассасинов, теперь это тюрьма тамплиеров, которой управляет Гау Фэн. Что по подробности... Так, Гау Фэн, чтобы подобраться к своей цели, Шао Цинь, Чунь, позволяет взять себя в плен. Она взяла с собой артефакт предтеча, подаренной ей Этсо Аудиторе, зная, что тамплиеры захотят выяснить, что это. Шкатулка пуста. Точнее, в ней кое-чего не достает. Где оно? Мы знаем, кто ты. Мы знаем, кем ты была. Выдающееся достижение для бывшей наложницы. Я спрошу еще раз, ассасин. Что это за шкатулка? Откуда взялась и для чего она? Почему ты сопротивляешься? Оглянись. За тобой никто не придет. Мы уничтожили братство. Отсюда тебе не сбежать. Зачем мне бежать? Я там, где хочу быть. Какая наглость! Майюн Чен заставит тебя говорить. Пусть попробует. Неудивительно, что ваше племя вымерло. Мое племя еще найдет вас. Вот так вот. Побег. 1526 год. Пещера Майцешань. Шао Цзюнь позволяет взять себя в плен, чтобы подобраться поближе к Гао Фэну. Одному из тигров Чан Юна. Теперь ее необходимо выбраться из клетки и забрать свое снаряжение. А затем настанет время охоты на Гао Фэна. Так, дополнительное здоровье. Дополнительная задача. Спаси Хуэн Ливэя. Освободите ассасинов. Пора выбираться из этой клетки. Каждый, кто-то может сказать, что с игрой, что он так выглядит. Это платформер, ребят. Говорю сразу. Так, очки, синхронизация, осколок анимуса, сундуки. Мы будем все с вами искать. Осколки анимуса нам нужно будет найти. Дополнительные задачи тоже будем выполнять. Если что, будем просто переигрывать уровень. База данных анимус. Поехали. Люди. Шао Цюнь. Шао Цюнь. 1505 год. До неизвестного. Член китайского братства ассасинов. Бывшая наложница Ченча. Спасанная ассасинов после смерти императора. Она посвятила жизнь братству. Император Дзя Синь, занявший трон после смерти предшественника, был марионеткой тигров. Он приказал перебить всех, кто ему противостоит, в том числе и ассасинов. Когда силы братства в Китае были разбиты, Шао Цюнь и Чжу Цюэнь отправился на запад, чтобы отыскать наставника ассасинов по имени Этио де Торе. До Ференция. Гао Фэн. Параметры запаса здоровья средний, высокий уровень средний, скорость атаки средний, скорость опыта средний. Особые способности, мультиатака в ближнем бою, ответный удар. Короче, это неинтересно, не будем читать. Он был самым известным из восьми тигров. Но тем не менее, снискал себе славу умелого и осторожного шпиона. Когда тигры посадили на трон своего ставленника, дядь Зина, и получил власть в Китае. Гао Фэн стал властелем провинции Ганзю. Опытный боец с ним не удастся справиться так же легко, как с его телохранителями. Места. Так, это груды Мадзишань. Эти груды вырезаны в красно-песчаном... ...песчанике горы. Мадзишань, которая находится на территории провинции Ганьсу, это на северо-западе Китая. Пещера была создана во время правления династии Тинь в 3-4 веке до нашей... до нашей... до нашей эры. Название Мадзини можно применить... перевести как Пшеничная гора. Незагладимое впечатление производит не только внешняя часть комплекса. Недры горы скрывают тысячи квадратных метров, захороненные более 7 тысяч буддистских скульптур, расположенных в двух сотнях отдельных пещер. Между пещерами, вырезанными в отвесном склоне горы, можно передвигаться по деревянным мостам. Документация, метательное оружие. В Китае нечасто используют метательное оружие, но классификация подобного вооружения всё же существует. Фэйбяо. Это металлическое оружие с острыми наконечниками, похожие на наконечник стрелы. Назарэм. Это метательные снаряды, представляющие собой монету с заточенными краями. Параре. Метательный шар, который, как правило, метали без использования праща. Так, подожди. Это вот это, да, имеется в виду? Так, руководство. Настройки, настройки. Ну, это, короче, обучалка. Так, карта есть. Так, вот наша карта. Так, игрок, основное задание, дополнительное задание. Очки синхронизации, осколок анимуса, сундук, тайник с оружием, усиление, хеликс. Эм, ладно. Я вот не знаю, там сзади есть еще куда-то проход. А, там просто трупики. Ясно. О, это неудобно. У стражника есть область обзора. Что-то было. Стоять. Прошу, не надо. Прошу, не надо. Вот и все. Надо будет собак спустить. Так, подожди, давайте сразу немножечко посмотрю по... Стоп, а тут я не могу настроить управление. Печально. Я бы просто кнопку назначил. Вот здесь еще прикольный момент. То, что мы с вами ходим в различных измерениях. Ну, сейчас, к примеру, покажу. Так, дайте, следую эту местность. А где все необходимые мне найти... Которые должны найти предметы? Где они? Хер его знает. Вот, допустим, вот первая, да, область. А потом мы можем на заднюю пойти часть. Так, люди. Собаки. Сторожники используют собак, чтобы обнаружить чужаков. Если вы попадетесь в поле внимания сражевого пса, он начнет лаять и привлечет внимание всех сражников вокруг. Постарайтесь облигать внимание собак, чтобы не поднять тревогу. Собаки поднимут тревогу, если против... Так, против них использовать шумовую дротик, петарду или метательный нож. Чтобы вы понимали... Постарайтесь хуанть сильно. Опа, синхронизатор внизу есть. Я не знаю, для чего они, но... Пособираем. Если что, у меня одна хп-шка. Мне кажется, здесь, знаете, это все сделали из-за того, что... Как она называется? Если, знаете, нинча... Что-то-то там. Там, где мы играем за чувака с татуировками на руке. Так вот, это, в принципе, что-то наподобие того. Там уже тоже есть угол обзора. Ага, так я не могу, я понял. Так, выше. Готово. Тень, золото. Мы прошли на золото, да? Здесь тоже вот эти есть моменты. Мне нужно проходить на что-то. Так, вот заданных анимус. Люди. Рядовой. Так, это один из наиболее распространенных противников, с которыми вам придется иметь дело. Рядовые слабые и не слишком наблюдательные. Но в больших количествах могут быть опасны. В дальнем бою они используют метательное оружие, наносящий небольшой урон. Да-да-да-да-да, всё. Будем пытаться на золото, да, проходить. Не прячьтесь подолгу за стенами. Ну, мне всё равно, давайте. Тень, не тень. У меня главное синхронизатор все не забыть. В этажах есть поле обзора, не попадайтесь в него, чтобы не избежать. Используйте свисток, чтобы отвлечь стражника и сбежать. Шмот! Да-да-да. Это какая, белая или чёрная кнопка? Ну, если и дальше так будет. Да, дальше так тоже будет. Документы, клинок в ботинке. Шайо Дюни использует обычный скрытый клинок. Она немножко видеизменила его и спрятала в правом ботинке, чтобы использовать в бою в сочетании со своим уникальным боевым стилем, основанным на акробатических трюках. Тупый свисток. Это неудобно использовать так. Субтитры создавал Dioh's, который является в ботинке. Легкость, который вырос, не вовремя, не вовремя, не вовремя. Субтитры создавал Dioh's, который вырос. Создает из себя метательный дротик, в котором крепится 5-метровая верёвка. Это универсальный инструмент, чаще всего используется в качестве оружия. Он быстро эффективен в замкнутом пространстве, а большая зона поражения позволяет Шао Дюнь атаковать врагов издалека. Воткнув дротик в подходящий объект наверху, Шао Дюнь может подняться по канату, чтобы атаковать врага сверху или обойти его. Этот инструмент создан Шао Дюнь, использовался ещё многими поколениями ассасинов после неё. Да, нужно будет не забывать за трупы. Я не знаю, я ещё поклацаю, наверное, кнопочки. Попытаюсь поменять всё-таки управление. То, что и... А, стоп. Хлоп. Хлоп. Тень. Чтобы совершить быстрое убийство. То есть там в какой-то степени, без разницы, да? Даже тень я убиваю. И могу убивать, и я получаю тень. И чё? Нажмите М, используя фарлиное зрение. А, М умеет. Чтобы узнать маршрут. Ой, бля. Всё, меня убили. Да, вот так всё и происходит. Надо было действовать немножечко быстрее. Хлоп. Хлоп. Шассе этого объем Используйте З А, это петарды И чё? О! Расследование Очень много лишних кнопок Я буду путаться Либо я вообще не буду что-то использовать Посторожнее там Я тут справлюсь, главное спину мою прикрывай Ты прикроешь меня, а я тебе Посторожнее там Я тут справлюсь, главное ты мою спину прикрывай Так, главное, чтобы я всё собирал Окей То есть, примерно вы поняли Как тут всё действует Так, я в угол обзора не попаду Сейчас мы быстренько это всё пробежим Так, три противника О, мой меч Чем бы его отвлечь? Не знаю, не знаю, чем бы его отвлечь Ну, у меня есть догадки Как там Нет Стоп Ну да, как-то вот так сделаем Почему серебро? Я буду мстить Посмотрим, как ты владеешь мечом Защищайся В смысле? Что такое БЦ? Следи за тем, когда противник собирается нанести удар Да, отлично При блоке попробуй выполнить перекат Молодец Таким же способом ты можешь выйти из боя, если нужно Атакуй противника Покажи, на что ты способна с мечом Обычные атаки можно совершать быстро Но они наносят мало урона Попробуй ударить врага сильнее Мощная атака Наносит куда больше урона Видишь, что противник достаточно ослаб? Добей его Продолжай Продолжай Этот этап обучения пройдет Слишком управление неудобно на самом деле Чтобы вы понимали Этсо Аудиторе Подожди, это и есть Этсо Аудиторе? Этсо Аудиторе Ференце 1459-1524 год Был итальянским дворянином Рядом Родом Из Флоренции С 1503-1513 год Он был наставником в итальянском братстве ассасинов Отца и двух братьев Этсо Повесили у него на глазах Когда ему было 17 лет Забрав мать и сестру Этсо побежал на виллу Аудиторе Мнита Джорджи Что в Тоскане И узнав, что его семья связана с ассасинами Этсо прошел обучение в братстве Чтобы отомстить Ордену Тамплиеров Его магистру Родриго Борджино За смерть близких Он противостоит Тамплиерам Во многих городах Италии И в конце концов добился падения дома Бурджия В последующие годы Этсо изучал забытую историю братства И ему удалось раскатить множество тайн Из прошлого ассасинов А также узнать о существовании Первой цивилизации Этсо встретил старость на своей вилле В Тоскане С женой Софией И двумя детьми Именно тогда Он и познакомился Шао Цюнь Очень управление неудобно на самом деле Вот представьте мне как нажимать Вот С И кнопку куда управлять То есть я должен Я не знаю как это Как это воспроизводить Говорю же я никого не знаю об ассасинах Так, окей Так, подожди Тут больше ничего Такого нету По факту я туда могу пойти и завершить Либо могу сюда пойти и все собрать Совершите быстро убийство Сиди тихо Я добуду ключ и выпущу тебя Эм Так, окей С ним мы расправились Субтитры сделал DimaTorzok Так, окей Тихо Почему он вообще обернулся? Блин, у меня заметили все равно Успел Плевать Это только с той стороны, да? Смогу Вот ключ Беги когда сможешь Благодарю тебе Почему здесь не все озвучено, если так? Так Здесь собрал Ну да, 6,6 Все Можно убежать дальше Так, подождите И как многие И как многие учителя Невысокого ранга Невысокого ранга Из запертого города И друг И информатор ассасинов Когда после смерти императора Джена На братство Открыли охоту Тигры стали Подозревать хуна В помощь ассасинов И заточили здесь Он не должен гнить тут Вместе с преступниками Твои люди не поймали меня, Гауф Я сама позволила себя схватить В нужном месте В нужное время Достаточно близко, чтобы убить А, и синхронизации не будет, как обычно А то происходит Где шкатулка, которую вы забрали у меня? Тебе не достать ее, ассасин Значит, шкатулка у одного из твоих дружков Неважно Я выясню, у кого она Убью его и заберу шкатулку Ты хотя бы знаешь, что это за шкатулка Я знаю одно Но она принадлежит братству Какая наивность Думать, что ты сможешь забрать ее у нас Что моя смерть хоть что-то изменит Нет, убив только тебя Я не утолю жажду своей мести Ты первый тигр, который падет от моей руки Но поверь, далеко не последний Ну вот так вот За 16 минут мы с вами прошли Собрали все, что необходимо Дополнительное здоровье Увеличивает шкалу здоровья Шао Дюнь на одной делении Это когда мы собираемся с вами Все выполнены Хер нет Из укрытия укрытия Метательные ножи разблокированы Шумовый дротик разблокирован Вот так вот Возвращение 1526 год Пещера Майзинь Теперь когда Гао Фен мертв Шао Диньпл Должна покинуть Место, которое когда-то называют дома Пока тамплиеры не узнали Что один из лидеров убит На пути их ждет Огромные пещеры И отвесные утесы Что давайте тогда Я думаю на этом мы с вами закончим Поэтому всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok